Привет, я Олеся Медведева. Это такой необычный, ясно-понятно, блог, потому что я в дороге на канале Страна.юэн. Ну что ж, генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапко уволен, и это очень важное решение. И не потому, что Рябошапко это тот человек, который покрывал Порошенко или не подписывал подозрения убийцы Стерненко, который не давал закрыть эту всю банду парохоботов, которая последние пять лет уничтожала по-разному нашу страну. Не только поэтому, но и потому, как проходила эта отставка, а точнее, кто ей мешал, кто этому препятствовал. Послы стран Большой Семерки, стран Запада приезжали на банковые и просили, а точнее приказывали, скажем так, не увольнять Рябошапку. Некоторые евродепутаты собирали подписи в Европарламенте в поддержку Рябошапке. Но Зеленский, не послушая, накануне голосования чуть ли не дал прямую команду снимать этого неэффективного генпрокурора. Говорят, что он это сделал не потому, что он хочет поменять страны, а в первую очередь из-за личной обиды. Ему очень не понравилось то, что Рябошапка, которого он считал членом своей команды, вдруг резко начал прыгать через голову президента и самостоятельно встречаться с послами и вести с ними какие-то там переговоры. И что послые типа ему, президенту указывают, что делать, кого увольнять, кого оставлять. Плюс к тому из Вашингтона поступали отдельные сигналы, что Трамп в принципе не против увольнения Рябошапки. Да это неудивительно, потому что Руслана Рябошапку, как известно, патронируют из демократической части американского эстеблишмента. И Рябошапка как раз тот человек, кто тормозит дела по коррупции Байдена, а Трамп в этих делах очень заинтересован. Но, как я уже раньше неоднократно говорила, политику Соединенных Штатов Америки по отношению Украины как раз сформирует тот самый демократический эстеблишмент. И с тем, кстати, во многом солидарен Евросоюз. Поэтому, в принципе, можно сказать, что коллективный Запад топил за Рябошапку. Точно так же Запад до этого топил за то, чтобы Гончарука оставили, но Зеленский пошел наперекор. Опять же, не потому, что Зеленский как-то хочет поменять курс страны, а потому, что он хочет поставить себя на районе, а тут Рябошапка ходит и закрывает его своим интеллектом, тем более покрывает Порошенко. И это все пьют по рейтингу Зеленского и его партии. А курс он может хочет оставить прежним, поскольку он постоянно говорит о том, что Украина будет продолжать евроатлантический курс и отказывается выполнять политическую часть Минских соглашений. Просто он хочет, чтобы Запад имел дело не с сарасятами, а с ним напрямую. Но одно дело, что он что-то хочет, а другое дело объективная реальность. Коллективному Западу не интересен человек, который не выполняет команды, который действует самостоятельно. Как, к примеру, Янукович в 2013 году не захотел подписывать ассоциацию с Евросоюзом, но не хотел разрывать связи с Западом, а хотел просто выторговать для Украины более благоприятные условия. Но Запад такого не прощает. И сейчас видно, что будет фракция «Слова народа» на голосовании за отставку «Ребошапка» дала только 179, по-моему, голосов из 259. То есть, получается так, что треть фракции пошла напрямую, наперекор мнению воли президента. По весьма принципиальному вопросу. И это потенциальный раскол фракции. Для того, чтобы принимать Зеленскому какие-то любые решения, ему скоро понадобится коалиция с АПО-платформой и депутатскими группами, плюс не фракционами. Ну, например, так и голосовали сегодня. Потому что мы на большинство уже не будем. Далее, скорее всего, будет заблокировано сотрудничество с МВФ. А значит, нужны будут кардинальные перемены курса страны, начиная от экономической политики и вплоть до внешней политики. Чтобы восстановить отношения с Россией и получить ресурсы на развитие не от МВФ. А это, повторюсь, смена курса. Хотя, может быть, сам Зеленский об этом еще не догадывается. Но, тем не менее, сегодня очень важный день. День, который, возможно, станет переломным во всей новейшей истории Украины. Ну, посмотрим совсем скоро увидим. На этом у меня все. С вами была я, Алиса Медведева Ясно-Понятный блог на канале Страна Авея. Подписывайтесь, ставьте лайк, комментируйте это видео. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok